Всем привет! С вами СТВ. Мы продолжаем видео о физической подготовке. Сегодня мы поговорим о руках. В этот раздел войдут запястья. Главные мышцы рук это бицепс-трисц, плечи и трапециевидная мышца. Итак, мы с вами сегодня говорим о наших руках. Сейчас мы рассмотрим именно для чего необходимо укреплять запястья и мышцы рук. Приводы бывают различной длины и веса. Например, как этот. Он достаточно короткий и очень легкий. Что не очень сильно напрягает наши руки и не дает очень большую нагрузку даже при перезарядке. Но бывают привода более длинные и более тяжелые. А здесь нашим запястьям приходится испытывать большую нагрузку и также долговременную. Не будем забывать о пулеметах, которые достаточно тяжелые. Ими орудуют бойцы более опытные и более крепкие. Дальше мы перейдем к игровым примерам, где нам необходима выносливость рук. Даже когда боец не находится в изготовке и стрельбе, его рука всегда находится на пистолетной рукоятке привода. Нагрузка идет только на запястье, так как оно находится в изогнутом состоянии с небольшим напряжением. Даже одноточечный ремень может облегчить эту задачу и практически полностью снять напряжение. При активной работе из укрытий нам часто приходится скидывать автомат. Иногда приходится контролировать сектор долгое время. В это время руки испытывают большую и долговременную нагрузку. Еще один момент, в котором необходима выносливость. Когда ведем активную стрельбу, например, прикрываем товарищей. Опускать привод недопустимо даже на секунду, так как вы можете подставить себя и товарищей под огонь противника. При перезарядке мы также не должны опускать привод, так как мы продолжаем контролировать сектор. Когда занимаем положение лежа, мы выставляем руку. На нее идет вся кинетическая энергия нашего тела при падении. Руке необходимо погасить эту энергию и быстро и нежно положить нас на землю. Когда поднимаемся, этой же руке необходимо взорваться с нужной скоростью и поднять наше тело. Здесь участвует все, начиная от запястья, мышц груди до спины и пресса. При данной ситуации нам нужно применять немало силы и выносливости рук. Здесь мы двигаемся и нам нужно постоянно держать привод на изготовке, что нагружает мышцы и запястья. При стрельбе нужно постоянно стабилизировать прицел на цели, что очень непросто без подготовки. И сейчас мы перейдем к упражнениям в зале. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можно упражнения выполнять также и в полях. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если вам скучно и нет боевых задач, можете взять привод свой, либо у товарища потяжелее, выполнять такие простые упражнения для укрепления кистей. Можно делать также, если привод достаточно тяжелый, выполнять задержку верхней точки упражнения. То бишь, когда делаете, задерживаете буквально 3-5 секунд. Можно, конечно, в полевых условиях прокачивать бизепс, взять рюкзак и делать вот такие упражнения. Но вы будете выглядеть в лицея сокомандников как дебил, поэтому делайте это в зале. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В следующем видео мы вам расскажем об упражнениях, которые будут способствовать укреплению наших плеч и трапециевидной мышцы. Видео записано для STW. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и включайте поворотники. А то так заеб... Субтитры сделал DimaTorzok